Смелее, смелее Стесняется он Присаживайтесь Раньше надо было стесняться Ребят, что там, камеры работают? Рассказывайте Я? А что рассказывать? Здравствуйте, как это что? Рассказывайте, как вы Отец двоих детей Заслуженный работник отрасли Оказались в публичном доме Я? Оказался? А вы что же думали? Что это был шахматный клуб? Я же думал, что это шахматный клуб Это не розыгрыш Послушайте, вас застали В номере В одних трусах С полуголой девицей на коленях С бокалом вина в руке Это розыгрыш? Я? В одних трусах Мистика Мистика, значит Ну хорошо Хорошо, давайте попытаемся как-то Поподробнее восстановить события Конечно Мне просто интересно Вот вы с виду нормальный человек? Да, с виду Нормальный Вот мне просто Иди, ну должны же вы были На каком-то этапе Я не знаю В какой-то момент понять Я не знаю Почувствовать Ну конечно Я же не тупой Значит вышли вы на улицу Идете, как говорите В шахматный клуб Так? Да Иду Так Вдруг Помогите, помогите Кто-то зовет на помощь Так в том-то и дело Женщина в окне Делает пальчиком вот так Манит к себе Так в том-то и дело Манит Взывает на помощь Думаю, ну как это я Отец двоих детей Заслуженный работник отрасли Пройду мимо женщин Да кто я после этого? Да как я буду смотреть глаза своим детям И коллегам по отрасли? Так Давайте мы подъедем И поставим на потом Так? Значит я так понимаю Вы подошли Спросили Что случилось? Да Да Спрашиваю Женщин Что случилось? Как вам пройти? Она что? Ничего Совсем ничего? Совсем Только пальчиком вот так И улыбаюсь Ну тут-то вы поняли? Конечно Ну что же вы поняли? Ну что она глухонемая И тоже им показываю пальцами Что мол опаздываю в шахматный клуб А она Мол показывает Что шахматный клуб Который вы ищете Находится здесь Заходите Сыграем партию в другую Не пожалеете Хорошо Дальше Дальше Поднимаюсь Что там? Там Ничего Совсем ничего? Совсем ничего Одна кровать стоит Я еще думаю Где же это мы с ней Будем играть в шахматы Дальше Дальше И вдруг она говорит Отью-тью-тью-тью-тью-тью Это кто к нам пришел такой Пузатенький Я говорю К вам гражданочка Пришел отец двоих детей Заслуженный работник отрасли Скажите мне А вас не насторожило Что глухонемая Заговорила Насторожила Насторожила Я еще думаю Глухонемая Глухонемая А так ни с тобой Ни с сего Говорит Отью-тью-тью-тью-тью-тью Это кто к нам пришел В публику Хорошо Дальше Дальше Еще страннее Что она говорит Она говорит Друг Деньги вперед Деньги вперед Да Ну вот Что вы Ну За что деньги Так вот Я же удивился Думаю Ну за что деньги И спрашиваю Вот точно как вы А вы что Уже там Бывали Я не бывал Так Спросили За что деньги Она А она Говорит Ах ты Старый козел Ни с того Ни с сего Да Ни с того Ни с сего Вот так сказала Вот так сказала Человеческим голосом Что она говорит Старый козел Старый козел Вот так фамильярно Вот так фамильярно Она что же Знает вас что ли уже Меня Откуда я ее Первый раз там вижу Стоп Что значит Первый раз там Что первый раз Там Я говорю Я там Первый раз Никогда ее там Раньше не видел И сразу такая фамильярно Вообще Я не знаю что рассказываю Так подождите Не знаю Так сказала Старый козел И все Да Сказала И все Все Совсем все Совсем все А И начала раздеваться Ну вот Ну Ну Начала раздеваться Ну Ну тут то вы поняли Да тут конечно Ну Тупой бы не понял И тупой бы понял Да И что же вы поняли Ну что Красмейстер Один Так делал Чтобы соперник Начал волноваться Снимет пиджак У него Перед глазами И потом Наденет Снимет Наденет Снимет Наденет Тот смотрел Смотрел Не той пешкой Пошел И проиграл матч Думаю Э Я просто Так и не дамся И сделал Ответный ход Какой Снял Снял Бруки Хорошо Дальше Дальше Ага Дальше Она что то Снимет Я естественно Что то Она что то Снимет Я естественно Что то Но тут я ее Перехитрил У меня еще Трусы А ей уже Нечем Больше играть Ну тут то Сразу Довядно Дошло до вас Дошло Слава богу Дошла до меня И села на колени Смотрю А в руках у нее Бутылка вина И два бокала Ну вот Что вот Бутылка вина Да И два бокала Да Сразу мысль Я в публичном доме Вы Да не вы А вы Да чего вы взяли Подождите У вас на коленях Полуголая девица С бутылкой вина И бокалами Вам ничего не насторожило Насторожило Что Насторожило Думаю У меня на коленях Голая девица С бутылкой вина Сейчас будем играть В шахматы А вино Это же допинг Хотел выплеснуть И это вино Но вот тут Случилось страшное Что же случилось Жут Редко Дверь распахнулась Влетели какие-то Полицейские В масках Понятные люди С телевизионными Камерами Ну тут то вы Поняли наконец то Где вы Да вот тут Как раз Я понял И хочу Сделать заявление Ну давайте Только в камеру Пожалуйста Я И на море На земле И под водой Спрашивай Почему Нельзя Играть В шахматы В публичном доме Вы что Мелете вообще Даешь Любимую игру Миллионам Выключай камеру Я тебе сейчас организую Адвокат Выключайся Я тебе Адвокат Выключайся Скажите Любезный В вашем отеле Нельзя ли Знаете Вот это Это Ну Это Нет Ну Барышню Можно вас Пригласить Тихо У нас Посюду камеры Официально У нас Это Запрещено Ага Но за Определенную Плату Я могу Вам Устроить Только Не говорите Впрямую А если Нас Услышат Меня могут Уволить Хорошо Хорошо Договорились Итак Вы Желаете Это Поужинать Чего А Да Да Я Я хочу Ужинать Я хочу Знаете Я последний раз Ужинал Два месяца назад В командировке Ну Дома то ведь Не поужинаешь Что там Дома то 20 лет Одно и то же Перловая каша Какая-то Не всякий мужик Выдержит И так Вы Желаете Что вы Желаете Рыбу Чего Да Да Я хочу Рыбу Рыбу Так и запишем Рыбу Рыбу Какую рыбу Вы желаете У нас есть Разные Размеры И виды Ага А сказать Можно посмотреть Весь аквариум У нас это запрещено Запрещено Хорошо Тогда Огласите Все рыбное меню Пожалуйста Хорошо У нас есть Жирненькие Ага Есть Постненькие Ага Есть Одна вобла Суховатая Я вам не рекомендую Ага Есть горбуша Есть рыбопила Она что Меня пилить будет Что ли Да нет Просто она с утра Уже Пьяненькая Ну так Какую Желаете Может быть Жирненькую Знаете Знаете Я хочу Такую Такую Селядку 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 Ясненько 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 А размер Плавников Что Ну Размер Плавников Пятый Пятый Я люблю Когда у рыбы Большие Плавники Да Так рыба Выглядит Намного Аппетитнее Дома Знаете Там Непонятно На какой Крючок Поймал Ясненько Вам Под каким Соусом Может быть Под белым Че Под белым Соусом А под рыжим Соусом Нет Под рыжим Есть Но там Плавники Маленькие А тогда Под белым Хорошо Под белым Да Хорошо Так и запишем Вы скажите Вы рыбу За час Съедите Или будете Есть Всю ночь Я буду Есть Всю ночь Я Гурман Ну раз Вы такой Гурман Можно Заказать Целый Косяк Нет Косяк Не потяну Не в том Возрасте Уже Понимаю Вы хотите Хорошо Прожаренную Че Вы опытные А нет Нет Знаете Я хочу На пару На пару А это в каком смысле Ну Знаете Такую Юную Неопытную Такую Рыбку Такую На пару На пару Хорошо Я вас понял Итак Вы заказали Молоденькую Вкусную Селедочку На пару С нежной кожицей Без костей Практически филе С большими Сочными Аппетитными Плавниками Под белым Пикантным Соусом И прекрасными Французскими Приправами Также Вам полагается Очень вкусный Овощной Салат Из отборных Овощей Мелко нарезанные Малосольные Огурчики И помидорчики Под золотистым Луком Со свежей зеленью И горошком Белые Маринованные Грибочки Под майонезом И два Перепилиных Яйца С красной И черной Икрой Да? Да Знаете что Любезный А вот давайте Не надо Никаких барышень Вот то что вы сейчас Перечислили И 200 грамм Водочки Ужинать Буду Сегодня пусть не повезло Девчонкам Отчего-то Они статистики Назло Приходят На работу Стоят Девчонки Стоят Сторонки Платочки В руках Теребят На мальчишек Глазеют Девчонки А мальчишки Идет Идет Девчонки Аплодисменты Учителя решили митинг именно здесь, на Ленинградке, ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали. Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих и узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя. Сегодня здесь, на Ленинградке, довольно-таки многолюдно, и поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий, а кто просто пришел поддержать учителей. Вот. По всей видимости, это одна из митингующих. Обычный учитель средней школы. Довольно-таки еще молодой специалист. Попробуем поговорить с ней. Добрый день, новости дня. Можно вас буквально на пять минут? Ну, а что на пять-то? Бери уж сразу на час. Нет-нет, целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время, а сейчас, если не против, короткое интервью. Ну, ладно. Давай только, знаешь, как-то это по-быстренькому. А то вон ты своей камерой мне всех девчонок распугал. О! Попрятались все. Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телеку увидят, чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться? Вы занимаетесь любимым делом. Ваша профессия одна из самых уважаемых во всем мире. Да? А я всегда считала, что наоборот. Ну, почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю ваших коллег, которые для меня немало сделали. И мою первую Марьеванну, несмотря на то, что мне тогда было всего семь-восемь лет, и Надежду Семеновну, которая обожала меня, несмотря на мои, так сказать, шалости, и даже физрука Сан Саныча, с которым мы довольно-таки тесно и тепло общаемся и по сей день. Я уверен, что и вас тоже любят и обожают все те, кому вы даете, так сказать, возможность учиться у вас. А таких, я уверен, у вас уже было немало, а будет еще больше, ведь вы довольно-таки еще молодой специалист. Сколько, если не секрет, вы уже в профессии? Ох, спасибо, конечно, за комплимент. Но у меня уже пятнадцать лет позади, и я не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Ну, какие ваши годы. Марьеванне, о которой я вам только что говорил, в прошлом году исполнилось семьдесят. А она в такой потрясающей форме, что у нее еще есть чему поучиться. А вы лучше скажите, а какие проблемы волнуют вас на сегодняшний день? Ведь не случайно такое количество ваших коллег сегодня вышло на улицу. Так ведь в этом-то все и дело. У нас, знаешь, какая конкуренция? Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров, а вы говорите, конкуренция. Ой, да врут все ваши газеты. О, да я тебе хоть сейчас вон тридцать, сорок девчонок в ряд поставлю. Выбирай на вкус. Светленькие, темные, худенькие, полненькие и все хорошенькие, молоденькие за сто пятьдесят-двести долларов испоют, как говорится, из пляшек. А если им для начала еще и налить, они такое вытворяют, что вам и не снилось. Простите, вы хотите сказать, что ваши коллеги могут позволить себе спиртное на рабочем месте? Да нет, ну они ж не нажираются до беспамятства. Ну так, грамм сто пятьдесят-двести, ну, чтобы язык развязать, для поддержания, так сказать, контакта. Слушай, а может быть, возьмешь кого, а? Да нет, спасибо. Мне, знаете ли, как-то ни к чему. А, понятно. Понятно. Физрук Сан Саныч. При чем здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно. Ну, возьму я под свою опеку одного специалиста. Ну, второго. Ну, проблему-то мы этим не решим. Необходимо, чтобы у каждой из ваших коллег была своя группа. Человек двадцать пять-тридцать. А? Как вы, согласны? Ну, это ты загнул двадцать пять-тридцать. Ну, а вот, скажем, пять-шесть постоянных клиентов, вот это, пожалуй, самый раз. Ну, вот видите, получать деньги мы хотим. А поработать с группой двадцать пять-тридцать человек уже сложно. Не надо бояться трудностей. Вот у нашего физрука... Сан Саныча. Сан Саныча была своя группа. Тридцать восемь человек. В заключение я хотел бы спросить у вас. Вот если бы можно было повернуть время вспять, то кем бы вы стали тогда? А вы знаете, я ведь с детства мечтала стать учителем. Спасибо. Уважаемые телезрители, это был репортаж с Ленинградки, где сегодня проходит митинг учителей средних школ, которые, несмотря на все трудности, по-прежнему преданы своей профессии и верны своему делу. За что им большое человеческое спасибо. Слышь, Уткин кассету принес, как мы у Светки гуляли. Давай сядь, кино поглядим. Че смотреть-то? Ты сном напился? Ну давай погляди, не уверен. О, смотри какой я нарядный. Пока трезвый. Видишь, гости еще не садятся, а ты уже три рюмки тяпнул, сказал штрафные. Штрафные, когда опаздывают. Ну, а кто со мной не выпил, тот опоздал. Видишь, полежь через стол, целоваться. Ну ты к именицу надо было поздравить. Так ты всех подряд целуешь. А, и самовар тоже. Ну, чтоб никого не обидеть. Кать, давай поцелуемся. Отстань, Коля. Лучше он на гадость смотри. Хозяин пальму отбирает, а ты прям зубами вцепился, не даешь. Ай, горшок гокнул, паркет испоганил. Стыдь-то какой. А ты-то, ты-то, сама-то, сама-то, что вытворяешь? Танцую, а что нельзя? Ну, посмотри, как ты танцуешь. На пленке же все видно. Давай откручу назад. А, грудью прыгаю, как ненормальный. Коль, ну ты странная. Ну, я танцую, прыгаю, и они вместе со мной. Валентин Степанов танцует, у нее еще не подпрыгают. Твои, как сцепи сыру, Олег. Так у нее в груди нету. А у меня? Сам говорил, грудь красивая. Ну, я тебе не говорил, тряси ей налево-направо. Мы ж там не одни. Коль, гляди, а ты на жареном поросенке по столу скачешь. Орешка заказала горячая, я тут. Ну, у меня при этом ничего не подпрыгает, все культурно. О, смотри, каркашки, прижалась, как к родному. Да это он меня прижал в танце. А что такая прижимистая, замужняя женщина? Нажми стоп-кадр. Где его рука? Натали. То, чем садятся на стол, у тебя называется талия? Ну, один палец в пол. Два, третий на стреме. Даже я муж, я такого не позволяю. Коль, перестань, а. О, смотри, ты мордой в салате? Я закусываю. Голову оторвать не можешь. Не могу оторваться от салата, хозяйке приятно. Ты мне зубы не заговаривай. Чьи, видим, трусики? Чьи? Стриптиз устроила? Замужняя женщина? О! Коля, это ж Мишка пьяный снимал, а? Так он же вот, он же упал, а камера с пола снимает. Ой, он же под ногами валялся. А почему именно под твоими? А это что такое? Сашок к тебе наклонился. Куда он глаза пяли? Ой, ну я тут при чем? Коля, мужик, подходит к даме с декольте, уважающаяся баба должна встать на стол. Коль, а ты смотри, он кресло сломал вместе с бабушкой Надей. Сломал от бешенца, то, что ты довела. Ты замужняя женщина, твое место рядом с мужем. Так ты, Коля, лежишь в углу. Ляг рядом. Смотри, скатец с посуды стянул. Помог хозяйке убирать со стола. Прибил все. Счастье. Волсы рвешь. Ты что, довела? Так не свои. На голове у Петра. Свои кончились, я из-за тебя лысый. Оль, смотри, котя вон в ковер завернули, понесли. А ты орешь. Вынос тело. Всем встать. Не вынес позора. Вот теперь понятно, почему каждый раз напиваешь. Видеть не могу, что-то при живом мужа устраивать. Довела! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. В субботу на пенсию меня провожали все бригады. Ну, накрыли столы, все как полагается. Сидим в бане. Ну, шум, гам, веселье там. Вот так. И тут Серега говорит, слышь, Вась, а у тебя любовница есть? Я говорю, а зачем? У меня жена есть. Больше 45 лет живем, трое детей. А внуков как стали приплачивать, так они плодятся. Не, у меня все хорошо. Серега говорит, дурак ты, Вася. Если у мужика нет любовницы, значит, он неудачник. Понял? Надо срочно завести любовь. Я говорю, Серега, ты посмотри на меня внимательно. Пока я тут в бане стою перед тобой, в первозданной красоте. Неужели ты не видишь, что определенные фрагменты моего организма уже не испытывают того энтузиазма и душевного подъема, как в былые годы? Что мои биологические часы давно показывают 17.30. Что мой тополь М уже давно снят с вооружения. Старый пес выполняет только две команды. Лежать и умри. В общем, обиженная ливерная колбаса. Серега говорит, а знаешь почему? А потому что у тебя нет любовницы. А вот заведешь любовницу, у тебя все будет не обиженная ливерная колбаса, а неизгибаемая сервелат. А на часах снова будет полдень. Я сел, давай, думать, кого взять в любовницы. Первая мысль, знаешь, какая? Думаю, надо жену спросить. Не, ну она всегда все знает. Потом думаю, да не, неудобно, сам справлюсь. Стал перебирать всех знакомых женщин. Вот так, Верка, бухгалтерша. Сразу нет. Она у меня в калитку не пролезет. Там такие объемы. Мы дырокол потеряли на работе. Оказалось, она на нем целый месяц сидела. Даже не почувствовала. Представляешь? Уборщица наша. Ну, конечно, не Софи Лорен. Ну, что интересно, когда начинает мыть пол, она преображается. Она вот берет тряпку, наебается, и как в театре занавес, взмывает вверх. И открывается необъятная сцена. И так хочется выйти на эту сцену и устроить там представление. Здесь случай был, ну так, между нами. Значит, она мыла полы, ну, еще года два назад. И один наш, дурачила, с нашей работы, с бодуна, вышел и стал к ней приставать. Ну, так, через всего лист. Стали зудить его. Ну, товарищем судом. И судья говорит, я хочу спросить вас, потерпевшая, вы же могли вперед убежать от его? Она говорит, куда? По помытому? Понимаешь? Или, или смотри, училка Сашкина. Такая эффектная, с прической. Нет, 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 начнет еще мне оценки ставить. Скажет, выполнил работу небрежно, с открытками, пересдать. Сегодня два, а ты способен на пять. Не встал при виде учителя. Нет, А теперь выйди и войди, как полагается. Нет. Вот окулиска наша с поликлиники. Там такое декольте, такие джамалумбы. Взгляд не оторвать. Она мне говорит, это какая буква? Я глянул, говорю, это Д. Она говорит, как это А? Я говорю, А это у моей Ленки. А у вас Д. А от Д отличается, как шлюпка от авианосца. А у нее супер характер вредный. Кто еще кто? Вот Нинка соседка. Хозяйка, видать, хорошая. Знаешь, у ей с квартиры всегда чем-то вкусным пахнет. То пивком, то водкой. Но у ей сильный недостаток. У ей сильный, очень сильный. У ей муж, боксер, очень сильный. Не, надо кого-то побезобиднее, как же. Людка с пятой квартиры. Такая зайка. Зайка, знаешь, почему? Потому что уши огромные. Не, не, когда в шапке, нормально. Ну что, каждый раз просить шапку надеть? Или только зимой с ней шашни водить? Не, не, не. Мне всесезонная любовница нужна. Так. О, о, о. К нам в подъезд. Вот. Въехала соседка новая. Ну, на эту, похоже. Ну, красивая певица была. Помни? Международная такая, с волосами, с бородой. Это кончета вурс. Кончета вурс. Из ее квартиры все время стоны раздаются. Только не пойму, а. То ли она такая страстная, то ли у ей болит что-то. А консьержка мне по секрету сказала, что к ней никто не ходит. Кстати, консьержка. Неплохой вариант. Всегда рядом. Пошел мусор выносить. Запишал на минутку к консьержке и домой. Главное, жена довольная. Муж частюля. Каждые полчаса мусор выносит. Не, не, или спустился за почтой, взял почту и эту кассержку. Стоп. Там же камеры. Будут потом всем подъездом смотреть, как сериал. Голые и смешные. Кого же взять в любовницы? Кого? О, в спортзале. Алена. Бодибильдерша. Она такая мускулистая. У ей везде мускулы. И, знаешь, у нее даже нос накачанный. Она вот, когда чихает, сдувает всех к чертовой матери. Что, хорошо. Жена, если с ней застукает, подумает, что мужик. Тебе тоже неудобно. Еще хуже. Надо кого-то покрасивше. Вот секретарша шефа Кристина, во. Красивая. Такая собака, но избалованная. Придется подарки ей дарить, шмотки покупать, в рестораны водить. Нет, дорого-дорого. Кто еще? Баба Зоя? Ну, это за грани, 80 лет. Хотя... Смотри, ей подарки дорогие не надо. Купил горшок с рассадой. Счастлива. В ресторан водить не надо. Баранку в чай размочил. Все, бизнес-ланч. Молодой шмотки нужны. Всякие гучи, фигучи. Луи Батон. Баб Зои на базаре купил. Ситцевый халатик. Все, телка упакованная. Вот Баб Зоев кризис оптимальный вариант. Хотя, конечно, хочется посвежее. Вот Светка. Она вся такая подтянутая. Ну, в смысле, подтяжки на лице делает. С каждым годом все больше и больше. У нее уже брови здесь на затылке. Серьезно. Она смотрит вот так, боком. А губы так накачала. Не-не, не пельменей, а вот как два лаваша. Знаешь, вот. Она, чтобы вперед посмотреть, губы отворачиваются. Короче, я говорю, Серега, думал, думал, ни одной любовницы найти не могу. Да и Ленку жалко, святая душа. Ты чего, столько лет мне не отдала. Ты чего, верная? Вот такая. Серега говорит, тем более, ей нужен успешный муж, а не неудачник какой-нибудь. На телефон, звони. Баба безотказная. С нашей бригадой никому не отказала. Звони. Я набрал. Ленка моя трубку взяла. Хорошо бы вовремя позвонили. Как раз моего дебила нету дома. Я говорю, Лен, Лен. Она говорит, ну что, здорово мы тебя с Серегой разыграли. Да. Чтобы ты не грустил, что на пенсию выходишь. СМЕХ Но честно говоря, грустил я недолго. Потому что вечером на пенсию ушел, а утром опять на работу. Пенсионный возраст-то. Подняли? Так теперь меня вообще не долюбовнится. Тем более, что от добра добра не ищут. А Ленка моя вот такая баба. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы не подскажете, который час? Это вы мне? Ну, конечно вам. Кому же еще? Здесь же больше нет никого. Как совсем никого нет. Ну, да, совсем никого нет. А с кем мы это? Я так даже разговариваю это. СМЕХ В каком смысле? Со мной. СМЕХ Вы что это? Сзади подкрались? СМЕХ Я не подкрадывался. Я просто хотел время узнать. Время-то? А-а-а! Я все поняла. Вы маньяк. Я? Маньяк? Матерый маньяк с топором. Да ну что вы, нет у меня никакого топора. Ну, значит, с ножом. Нет, ножа у меня тоже нет. Так ты что, изверг? Людей голыми руками душишь? И не жалко тебе их? Вон, смотри. Одинокая симпатичная блондинка в окне. Ты б ее, наверное, и того. Что? Того, кого? Блондинку? Правильно. Ты б ее сначала изнасиловал. А меня что? Душить будешь? Да не буду я вас душить. Будешь? Нет, не буду. Будешь-будешь. Не буду, не буду. Все вы маньяки такие. Добренькими сначала прикидываетесь. Мол, тетенька, пойдем, я тебе конфетку дам, мультик покажу. А потом... Что? Вон, смотри, какие у тебя ручищи-то волосатые. Ничего они не волосатые. Волосатые, волосатые. И вот этими вот волосатыми ручищами ты будешь хватать меня за молодое нежное горло. Или в реку бросишь, или бутылкой по голове. И буду я лежать там одна денешенька с синими пятнами. А ты будешь надо мной глумиться? Мол, дура, тетка, на конфетку попалась? Не выйдет. Я кричать буду. Рваться. Да ну что вы говорите такое вообще? Помогите! Женщина, прекратите. Спасите! А ну перестаньте вы! Убиваю! Что? Почувствовал себя в моей шкуре? Я же для тебя никто. Я же для тебя просто жертва. Жертва твоих неизменных инстинктов. Похотливо перекающихся сутью мироздания. Ну давай, души меня. Верь. Пусть все видят, как хрустят мои шейные позвонки. И струится моя алая кровь. Кровь. Да что ты знаешь о крови? Эмбрион. Ну давай, души меня. Нет! Помогите! Стой! Убийца! Живодер! Живодер! Все вы маньяки такие. Даже дело своего подлого по-настоящему сделать не можете! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О! О! Вот это мне интересно. Ролевые игры. Чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и поднять интим на небывалый уровень, вы можете и должны играть с мужем в ролевые игры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для начала встретьте его с работы, приняв соблазнительную эротическую позу. Хоть раз в жизни почувствуйте себя дикой кошкой. Так, я, наверное, еще успею, я смогу. Господи, как же они, как же они становятся-то. Вот. Вот это ж, как-то надо все показать. Как-то. Люсь, что тебя так заколбасило-то? Все нормально? Все хорошо? Все хорошо. Все, не обращай внимания, забыл. Об этом. Да, это я так. Это, это совсем не имеет. Сегодня трубы привезли. Мы вдвоем разгружали, потом нажался, Артем, я один. Я жрать хочу сразу. Может, пирожочек есть? Слушай, пирожки, это потом. А вот сейчас, знаешь, я тебе приготовила сюрприз. Жрать? Вот. 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 Вот смотри. Вот. Это я жрать не буду. Пирожочек, там что-нибудь там, соседочку, что-нибудь там. Это не надо жрать. Это не надо жрать. Это надо читать. Посмотри. Посмотри, что здесь написано. Чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и поднять интим на небывалый уровень, вы можете и должны с мужем играть в ролевые игры. Ты понял? Нет. Господи, Боже мой, ну что здесь непонятного? Мы с тобой должны играть, понимаешь? В сексуальные ролевые игры. Ну, ты понимаешь? Их очень много. Вот, Энсон, ну, давай. Я работаю на трех работах. Ну? На трех работах. Ну? Я прихожу домой, у меня только две роли. Жрать и спать. Все. Во второй роли тебе равных нет. Режиссер хороший. Вот сегодня мы будем просыпаться, понимаешь? Мы сегодня проснемся. И ты, и я. Мы будем совершенно другими. Ну, давай поиграем. Ну, это очень интересные игры. Мы все их знаем. Вот, посмотри. Вот, например. Знаешь, она мне очень понравилась. Называется Серый Волк и Красная Шапочка. Только Красная Шапочка я. С какой-то стадии Красная Шапочка ты? А у нее пирожки. Нет, Красная Шапочка я. Потому что Красная Шапочка сексуальная. Понимаешь? Она такая, она такая вся из себя. Она такая сексуальная. Она такая девочка. Она такая. Иди, он такая, все. А тут Волк такой. Мамаш. Ты такой Волк. Такой. Такой. Сильный. Вот видишь, ты уже заводишься. Ты уже заводишься. А я, а я Красная Шапочка. И я вот как будто бы. Я вот, ты знаешь, ее к тебе придут. У меня такая шапочка красная. И я к тебе подошла. И такая вся из себя сексуальная. И говорю, Волк, ну скажи мне, почему у тебя такие большие? Кушай. Думай. Долги? Господи, Боже мой, мы с тобой играем в сексуальные игры. Какие долги? Ну какие долги? Ну знаешь, мы перекусим. Пирожочек прям. Я не знаю. Давай попробуем другую. Вот эта игра, она очень популярна в Европе. Я это прочитала. Она обязательно должна тебя тронуть хоть как-то. Это, знаешь, вот она такая на производственную тему. Это вот шеф и секретарша. Ну и кого я должен играть? Ну кто командует? Кто все придумывает? Кто? Ты. Не сейчас. Не сейчас. Сейчас я секретарша, понимаешь? Я такая, мне 20 лет. Я такая длинноногая. Я блондинка с голубыми глазами. Я иду, такая вся секретарша. У меня такие очки. А ты шеф, ты такой властный. Я властный? Мачо, да? Ты мачо такой. А я такая секретарша. И я такая, иду по коридору, такая с папочкой. Такая. А ты шеф. А я такая к тебе подошла. Как лисичка. Села вот так вот на краешек стола. И говорю. Шеф. Вызывали. Нет. Скажи, вызывали. Вызывали. Вызывал. Шеф. А зачем вы меня вызывали? Наверное, для того, чтобы похулиганить? Ты сказала, я сказал. Вызывал. Ну скажи мне что-нибудь эротическим голосом. Что сказать? Ну на производственную тему что-нибудь спроси. Спроси, например. Люся, где квартальный отчет? Люся, где квартальный отчет? Я говорю с сексуальным голосом. Люся, где квартальный отчет? Вот, ты видишь, ты уже понял. Ты уже понял. Давай, давай еще что-нибудь. Ну такое, что-нибудь такое вот. Люся, где круглая печать? Где круглая печать? А теперь что-нибудь от тебя? Ну давай, давай. Ну уже пошло. Где пирожки? Не жрать хочу. Надо что-то поджать. Я не жрался. Я жрался еще. Так. Спокойно. Сейчас все пойдет. Это беспроигрышный вариант. Просто беспроигрышный вариант. В эту игру могут играть даже тупые. Это больной и медсестра. А что, как больной, так сразу я. Потому что я медсестра, понимаешь? Потому что я в коротком халате. Я в коротком халате. У меня декольте. Я медсестра. Я сексуальная, понимаешь? Я такая ля-ля-ля. Фа-фа-фа. А ты больной. А я такая вся из себя. Я иду по коридору. Я иду по коридору. Я вижу тебя. Я говорю, больной? Больной? Почему вы лежите? Встаньте. Встань, говорю. Больной? Что вы хотите? Любой ваш каприз. Больной. Пожрать? Ой. Нет, что-то не получается. Я не знаю, что придумать. Господи, Боже мой. Ну так хочется поиграть. Ну а что-то такое вот. Повар и едок. Давай. Жрать хочется. Это тоже понятно. Еще одно слово про еду. Трубы привезли сегодня. Еще одно слово про еду и про трубы. И ты не будешь жрать никогда. Настройся. Мы играем с тобой в интимные ролевые игры. Это серьезный процесс. Это надо настроиться. Понимаешь? Это надо поймать этот кураж. Вот. Попутчики в купе. Ну? Что ну? Баранки гнул. Мы с тобой вдвоем в купе. Больше никого нету. А остальные? Остальные оттали от поезда. У меня нижняя полка. У тебя нижняя полка. У меня нижняя полка. Думай о том, что ты с красивой женщиной в купе вдвоем. Я такая вся в пенюарчике. У меня практически на мне ничего нет. И поезд такой, знаешь, вагончики такие. Они так сексуально так. Ту-дух-тух. Ту-дух-тух-тух. Ту-дух-тух. Ту-дух-тух. А мы с тобой вдвоем. А больше никого нету. А вагончики. А вагончики. А вагончики. А поздравить мне почему-нибудь. Чего я падаю? Я уже в голодо падаю здесь. Остановка! Мы с тобой вдвоем в купе. Я понял. Никого нету. Только я предупреждаю. Я за безопасный сэр. А у попутчицы, у попутчицы все с тобой есть. А? Попутчица. Что? Открывает свою сумочку. И достает оттуда что? Пирожки. Да достал ты меня с этими пирожками! Чтоб ты подавился этими пирожками! Приготовила уже! На кухне ждут тебя! Иди, Борок! Только пожрать! Да я бы пожрал, вы могли играть в любые игры. Что-то расстроено. Я живу! Я пожру, я мало... Я понят пирожков приду! Уйди отсюда! Называется он «Телефонный разговор». Алло, Маш, привет! Слушай, сюда! Здесь такое положение получился. Если мы его сегодня не возьмем, потом его не бывает. Но ты его знаешь, это нашему инженеру принесли подарок для его жены в день рождения. А для его жены это не подошел. Ну, не подошел, она оказалась в три раза больше. А он и скажет «Возьми себе для тебя, если для тебя это ха... что-что?» Но это... Это не можно тебе вслух сказать «что?» Но я тебе с работы звоню. Здесь сегодня с толку народу какое-то истолпотворение, как будто второй раз зарплату привезли. Ты сколько раз я тебе сказал? Учи наш язык! Один слово я тебе говорил, но никакой проблем не было. И теперь соображаю, что тебе сказать... Извини. Добрый день! Вы ко мне! Я прошу вас, сидите, пожалуйста, два минуты. Я быстрее скажу и потом... Обязательно. И там свежие журналы, газеты. Ты пока почитайте, да, я быстро, да. Маша, я тебе буду это намекнуть, ты быстро соображаешь. Сидите там спокойно. В общем, это... Это чистая женская вещь. Думай, 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 думай. Чистая женская вещь. А нет, не кастрюли. Из одежды. Нет, не полто. Глубже внутрь. Догадался? Ну вот что это устанавливается в парках, в скверах, в садах? Памятник. Памятник. Памятник это когда полный рост с ногами. А когда до пояса без ног? Какой инвалид. Это одежда такая. Нет, не выходная. Можно сказать, на каждый день. Тебе нужно это на каждый день? А то что, не в чьи магазин выскочить? Ты вообще представляешь, что мне предлагают? Ну в чём ты по улицам не пойдёшь и я, а по пляжу можно? В шлёпанцах. Ты что, по пляжу в одном шлёпанце ходишь, что ли? Что поняла, поняла? Нет, не соломиной шляпка. Здесь, как будто бы, два шляпка. Сообразила? Ну вот представь, два пловца в шапочках плывут рядом. Если сверху смотреть, что это напоминает? Они рядом в шапочках, к финишу. Что ты можешь сказать? Победила дружба. Маша, может быть, это немножко и грубо, но ты сразу поймёшь. Ты корову видала? Откуда у неё молоко берётся? Правильно, умница сообразила, это они ещё мне предлагали. Причём здесь доил мне аппарат. Ну вспомни, ты меня ещё утром просила застегнуть. Что я тебе так застегнул, что? Что Степан Петрович на работу расстегнуть не смог? Всем отделом расстёгивали? Какой портфел? Ну перечём и здесь в партии, что ты сразу плакать начинаешь. Ничего страшного нет. Не подойдёт, не надо. Разделим пополам, сделаем два тюбетейки. Я сам на сеть буду. Уважаемые дамы и господа, наш самолёт набрал необходимую высоту, но, к сожалению, потерял управление и сейчас падает в море. До катастрофы остаётся две с половиной минуты. Просьба всех надеть спасательные пояса и оставаться на своих местах. Давайте проведём катастрофу организованно, без паники. Желающим будут предложены прохладительные напитки. Боже мой, что же делать? А, Анна Павловна, раздевайтесь. Раздевайтесь. Ой, а зачем? Я же всё равно плавать не умею. А, Анна Павловна, раздевайтесь. Стюардесса предупредила. У нас на всё про всё две с половиной минуты. Сергей Тимофеевич, миленький, да что вы обо мне-то так беспокоитесь? Я же всё равно утону. Утонете? Ну, перед смертью последнюю радость получим. Если успеем. Как? Прямо здесь? А вы что, под водой предпочитаете? Нет, ну, а вдруг... А вдруг мы не разобьёмся? Да как это не разобьёмся? Не волнуйтесь, вы всё будет нормально. Разобьёмся. Ой, нет, ну, а вдруг, что быть... А вдруг ваша жена узнает? Она уже ничего не узнает. Снимай свои чёртовые шводки. О, Господи, да что вы на меня так кричите? Ну, так же сразу нельзя. Сначала же нужно привыкнуть друг к другу. А уже потом... Нет. Сначала потом... Ой. Привыкать на том свете будем. Ой, нет. Ну, я так сразу не могу. Ну, вы бы для начала хоть сказали что-нибудь. Ну, я не знаю. Ну, что любите меня? Что жить без меня не можете? Ну, что все обычно говорят? Ну, можете сказать или нет? Ну, не могу. Не могу я без тебя жить. Равно минуту. Ой. Господи. И зачем я с тобой связался? Вон, роскошная блондинка в обмороке лежит. Но я до неё уже не успею. Да ты, ты посмотри, что люди, что люди делают. Вон, вон, пьют, раздеваются, целуются. О, о. Берегут каждую секунду. Одни мы тут с тобой. Господи. Господи. И правда. Разврат-то какой. А эти в проходе. Проходят и что вытворяют. А до этого сидели как порядочные. Господи. Ну, неужели, чтобы почувствовать себя совершенно свободным, необходимо в катастрофу попасть. Ну, ладно. Всё. Так и быть. Милый, поцелуй меня в шейку. Сама себя целуй. Поздно. Как поздно? Сколько у нас ещё осталось? Пять. Ой. Четыре. Ой. Три. Две. Одна. Ой. Уважаемые дамы и господа. Наш самолёт произвёл вынужденную посадку. С чем мы вас и поздравляем. Ну? А вы говорили. Разобьёмся? Обманщик. И запомните, Сергей Тимофеевич, порядочная женщина, так вот сразу не может за две с половиной минуты. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok